И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1953 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Пошла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде. И я даю команду, и его тонкая копия выходит из биоробота. И любые голограммы копии, если они находятся, все чужеродное в биороботе выходит. Силам его намерения и становятся рядом. Один, два, три. Тонкая копия. Одна. Отлично. Хорошо. Закрывай, защищай его биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Бери его в защитный скафандр и поднимай в комнату диагностики. Один, два, три. Хорошо. Мы приветствуем Сергея. Интересуемся, готов ли Сергей к диагностике, доверить ли нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично. Хорошо. Сергей заходит в скейнер, и я даю команду. На счет три скейнера начинает сканировать все семь тонких тел. Скейнер начинает сканировать все семь тонких тел. Сергей находит все. У него некоторые тела, как в коконе в каком-то. У него что? В архноидах. Три тела? Оранжевое, желтое тело вижу пока. Как в коконах они. И выше. Вишутха. Голубое. Синий. Третий глаз. Вот эти тела у него, как в коконе. Как в паутине. И это сделала рахноид? Два здесь их. Ва. Какая гадость. Они еще не в клетке? В клетке. Отлично. Хорошо. Дальше. Поехали. Вес есть. Считай цифры. Восемь. Хорошо. Дальше. Грей рептилоид. Вот так вот. Все. Сколько Греев? Три. И рептилоид цифры над головой? 102. Понятно. Хорошо. Итак, у нас два арахноида. Один без. Рептилоид 102 уровня. И три Грея над искусственным... Над роботом загорается красная лампочка. Один, два. Три из Греев? Один. Один. Хорошо. Пусть стоит. Я приветствую всех присутствующих на нашем концерте. Вы знаете, куда вы попали? Обращаюсь ко всем. Рекомендую отвечать. Кто-нибудь со мной сотрудничает, на то я начинаю воздействовать на его чистоте. Поверьте на слово, у меня есть все средства, чтобы воздействовать на беса, на арахноидов, на рептилоидов и на Греев. А арахноиды пытаются сеть сплести? Да, ты что. Арахноиды, я вас предупрежу. Я вам говорю, если вы сейчас не остановитесь, вы получите по два удара, по 50 тысяч герц, моментально. Они черные. Они черные. И два удара, по 50 тысяч герц каждому. Один, два, три удара. Они, ну как воины, что ли, какие-то воинственные. Та ты что. Направляю на них щит семи архангелов и мощнейшим потоком света снимаю их защиту. Один, два, три. Удар. Пошел свет. Сжигает любую защиту. Сжигает всю паутину, которая там сплетена была. Котов. Пусть лапками подвигает, когда они захотят со мной пообщаться. Да, бьет один. Хорошо. Убираю. Свет. Один, два, три. Так, арахноиды, я понял, вы не поняли, куда вы попали, да? Мы с ним синхронизированы. Хорошо. Мы рассинхронизируем. Это беспроблемно. Итак, я не услышал ответа арахноида. Вы поняли, что любое воздействие в этой комнате на нас, даже попытка, закончится для вас фатально. Поняли, да. Хорошо. Малейшая, малейшая агрессия. Говорят, что они не одни. А кто у вас там еще? Инкубатор? Или инзиктоид? Кого вы имеете в виду? Отряд. Там выведенные. Инкубатор и выведенные уже. Хорошо, арахноиды. Я вам объявляю это условие сегодняшнее. Объявляете условия всем. Вы обнаружены. Сегодня происходит чистка Сергея по его просьбе. Это значит, что мы отдадим вам всю темную энергию, заберем все светлые энергии. После этого я дам команду выйти и забрать все, что вы оставили в биополе. Это как раз то, о чем ты подумал, арахноид. Я разрешу тебе выйти и забрать этот инкубатор вместе со всеми присадками, с любой жидкостью. Все, что вы оставили в его биополе. После этого, точно так же для всех, будет производиться проверка двумя миллионами герц. Тот, кто меня обманул по каналу, будет сожжен в этой клетке. Все понятно? У него через позвоночник они заблокировали все эти чакры. По позвоночнику связь идет между ними. Надо рассинхронизировать, будет хорошо. Голова, шея и вот все оттуда и по позвоночнику связано с нижними чакрами живот. Арахноид, а что это вы устроили? Что это за вот это вот сейчас, за установка? Вы что, хотели человека убить или как? Как можно все чакры блокировать, перекрывать? Они там жили и они там растили. А не слишком ли они активно растили, убивая человека? Вы знаете, что вы нарушали все мыслимые и немыслимые законы мироздания? Вы знаете об этом? Мы должны воспроизводить потомство. Но не любой ценой, не ценой жизни человека. Вы сейчас перешли границу. Это подходящая среда обитания. Хорошо. А я тебе скажу, мне подходящая среда обитания, это когда рядом вместо вас горско пепла. И вот я себя тогда нормально обитаю. То же самое вы сделали с человеком. Вы слишком перешли далеко границу. Я сегодня буду разбираться. Сколько вы ему вреда нанесли. Если вред существенный, я вас накажу. Я обещаю. И попробуйте меня только обмануть. Так, бес, что ты делал в этом теле? Как долго ты сидел в этом теле? Есть два года. Два года. Бес на кой частоту зашел? И почему зашел? Зашел на боль. Видел лярву. А, там лярва есть, да? Есть лярва. Большая? Через связь позвоночника. Это кто ее сделал? Вот эти арахноиды? Или это твоя работа? Это его работа. Работа самого клиента. Хорошо. Два года. Арахноиды, сколько вы сидели в этом биополе? Ну, 35 идет. Что 35? Лет? Не, ну у нас было. Там порча 40-летняя. Ну, такое еще. 33 года ему было. 33 года ему было. Они не знают, сколько лет они в нем были. 33 ему было. Это 86-й год. С 86-го года они сидят. 35 лет. Я такого еще не видел. Хорошо. Так, обращаясь к рептилоидам. Рептилоид, когда ты зашел в это тело вместе с Греями? 35 лет, да? Да. Хорошо. Так, рептилоид, я тебя прошу сегодня проконтролировать то, что Грей будет снимать. Если вы хотите уйти здоровыми и целыми на свою чистоту. Я прошу после того, как я дам команду, во-первых, не блокировать энергию. Во-вторых, отдать все, забрать все. И после этого вытащить все, что оставили в биополе. Ты проконтролируешь это все? Да. Хорошо, ты же главный, поэтому я к тебе и обращаюсь. Все, переходим к процедуре чистки. Вернее, не чистки, а процедуре реверса. Я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной энергии, патогены низковибрационной, а откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Сергею. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Не может, у него эти тела в коконах, они закубированы полностью, паутиной. Там как своя жизнь идет. Я могу разрезать этот кокон? Я думаю, что надо им сказать, чтобы они забирали. Арахноид, давай, ты сейчас мешаешь, ваш кокон мешает нам в нашей работе, в ваших интересах сейчас эту проблему быстренько решить. Вышли и забрали всю паутину. Я говорю только об этом коконе. Инкубатор я вам потом отдам, когда придет команда. Приступайте и доложите о работе. Боевые арахноиды? А да, они начали с головы и потихоньку по позвоночнику спускались вниз в живот. Понятно. Так же они убирают, да? Там все в паутине. Ну, это в их интересах все убрать, если они не хотят сгореть. Канал-то стоит, и поэтому ДНК я их найду и моментально сожгу. Поэтому в их интересах до последнего микрона все вытащить? Ну, вот они сейчас эту паутину с тел снимают, но там кишит. Готово. Хорошо, все. И я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать энергетические сферические каналы к ответственным подселенцам. И начали выстраиваться каналы. Один, два, три. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду произвести реверс. Отчуждение всей чужеродной патогенной энергии. Низкая вибрационная энергия и откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам назад. Чужеродная по отношению к Сергею. Все энергии страха, неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. На него плохо получается отдавать. Хорошо, я сейчас объясняю. Сергей, вы должны понять, в вашем организме находится чужеродная плохая энергетика. Вы должны ее отторгнуть от себя. Всей силой своего намерения отослать ее назад. Все чужеродное по каналам назад. Скажите, один, два, три. И пошла команда. Пошла энергия назад. Получается? Да, получается. Такой поток черный пошел к этим арахноидам. Усиливаем потоки в 50 раз. Все назад. Все в негативное назад. Отлично. Молодец, Сергей. Что идет криптилоидам Грею и Бесу? Грязь идет фиолетовым. Криптилоидам. Зеленая грязь идет к Грею. Черно-красная. Бес. Все, как и должно быть. Поделили все частоты. Бес, скажи мне, есть порталы какие-нибудь в квартире, где живет Сергей? Говорит, а что мне за это будет? Я знал, что ты это спросишь. Дело в том, что я просто проверял сейчас твою доброжелательность, насколько ты готов кооперировать. Я могу лярву уничтожить, сжечь на твоих глазах. Могу отдать тебе. Мне сказки не нужны, мне нужна правда. Если ты мне ответишь на этот вопрос, почему бы и нет? Отдам тебе лярву. Итак, я слушаю. Реверс идет, Вера? Или закончился? К арахноидам идет еще. Бес он показывает. Это больше на дом похоже. Там в доме воронка, да? Или в квартире? Или она блуждающая воронка? Есть порталы, есть воронки. В его квартире, Сергей, что находится? Есть там порталы, есть воронки? В квартире именно. Он сейчас показывает комнату, зал. И красный круг посередине. Все понял, хорошо. Сергей, вы слышали, в вашем доме есть порталы. Если захотите их убрать, обращайтесь к нам. Хорошо, бес, ты заслужил свою ляру. Я тебе отдам, когда дам команду. Реверс закончился? Да. Устанавливаются фильтры золотой светочки на все каналы в порядке реверса. Сергей забирает чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Сергей себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия назад. Усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона. Все, что украли, все чистое, светлое, божественное, возвращается назад. От арахноидов косичка идет, сплетение нескольких энергий. По-моему, больше всех там навредили за 35 лет. Фиолетовая идет от рептилоида, зеленая, от края. Усиливаем потоки. Весь идет красный. Ну, это понятно. Физические силы, это и есть красный цвет. Первая чакра. Никто не блокирует? Отдали, нет, все отдают. Хорошо. Отдали или еще отдают? Отдали. Отдали, хорошо, все. Закончили реверс. И сейчас я даю команду. Выходят арахноиды. Вытаскивают свой инкубатор. Вытаскивают всю жидкость. Все, что они могли оставить. В их интересах найти всю свою энергетику. Иначе я по этой энергетике их найду. Вам понятно, арахноиды? Да, им понятно. Хорошо. Выходите. И как закончите? Доложите. Наблюдая, Вера, что они делают. Ну, они как сплели трубу такую, клетку. И все туда посылают по трубе, да? Да. По ней выходят. Арахноиды выходят по ней маленькие. Это живот. Из живота. Там же есть инкубатор. Голубое с синим телом. Там слизь какая-то. По позвоночнику вниз идет. Они все там в контейнер скачивают. В какой-то клетке. Их несколько контейнеров получилось. Инкубатор. Слизь отдельно. Все убрали? Сейчас позвоночника снимаю. 35 лет. Да, все убрали. И сейчас выходит. Грей выходит и снимает все, что они оставили в теле. Рептилоид контролирует. Ничего не забывайте, я все найду. А фиолетового тела снимают они. Что там, установка? Там какая-то установка. Какая-то голограмма какая-то. Они ему что-то транслировали. Свет показывает. Как такая, знаешь, она как типа венка. Что-то и такие у нее расходятся в стороны. Как корона, что ли. Отлично. Его энергию питались они. В смысле, забирали. Божественно. Готово. И я прошу беса выйти. Вытащить все, что наставил. После этого он может забрать лярву. Забирай все без остатка. Беса ленты. Руки-ноги. Это понятно. Сапоги какие-то. Ну, хоть копыт нет. Не успел, наверное. Бес говорит ему не стать с копытами. А он добрый, да? Он снял все и спрашивает еще раз разрешения. Я тебе разрешил вытащить все лярвы, которые есть на этом теле. Приступай. Он снял с ноги одну другую с позвоночника. Хорошо. Бес доволен, да? Удачно зашел. Очень доволен. Отлично. Хорошо. Так. Вы все сейчас забрали. Сейчас я провожу проверку. Я всех предупреждал. Если я что найду, буду наказывать. И я даю команду. Скенеры начинают сканировать на всех семи тонких телах. Сергея. На интерференции. Ярко-красные маячки над ответственным в клетке. Ну, у него сгорается синхронизация у него с этим есть. Понятно. Хорошо. И я сейчас даю команду на рассинхронизации с энергиями арахноидов. На счет три. С энергетикой арахноидов. Сергей всю свою энергию забирает. Отдает назад всю энергию арахноиды. Забирает всю свою энергию. Ну, это как такая бесцветная, прозрачная какая-то энергия. И в ней как лопается что-то между ними. И начинает исчезать. Сергей на себя смотрит и плачет. На руки смотрит. Почему плачет? Цвета видит свои. А, хорошо, Сергей, это только начало. Настрадался человек. Он говорит, я забыла, что так легко может быть. Чуть громче, Верочка, говори, пожалуйста. Он забыл, что так легко. Легко может быть. Понятно. Готов. Отлично. И скэнер на счет три. Начинает сканировать. Обнаруживает на семи тонких телах все, что может еще остаться. И загораются красные маячки. И загораются маячки над ответственным. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Производим апдейт на последней технологии. Один, два, три. Скэнер делает апдейт и начинает сканирование. Чисто. Отлично. Хорошо, все выполнили. Благодарю. Хорошо, начинаем с арахноидов. Арахноиды. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Это тело с этого момента будет находиться под нашей защитой. Это значит, это биополе. Это значит, что если я вас второй раз в этом теле споймаю, я вас уничтожу. Я не хочу этого делать, поэтому я прошу найти себе новое место пребывания. Не в этом теле. Всем понятно? Они мне показывают потолки какие-то, что ли, там паутина. В квартире? Кивает. Вера, ты тебя очень слабо слышно. Или у тебя микрофон упал, или ты тише начала говорить. Кивает. Хорошо. И силами его намерения это все, что находится. Это паутина, находящаяся на частоте арахноидов. Притягивается в их клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Готово. Отлично, арахноиды. Забирайте свою паутину. Все. Вы поняли, арахноиды? В это тело больше ни под каким предлогом не приходить. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, арахноиды. Если вы увидите Сергея, бегите от него. Я вам серьезно говорю. Если он мне позвонит и скажет, что у него болит голова или что-то такое, я вам через 10 минут вас достану, и вы будете сидеть в этой клетке. Поэтому не стоит этого проверять. Я это делаю. Все понятно? Да. Отлично. Открывается наверху портал на частоте арахноида против часовой стрелки. Один, два, три. Арахноиды уходят на свою частоту. Забирают все до последнего, что они с собой забрали. Что они принесли. Забирают все с собой. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Бес готов уходить? Да, готов. В это тело больше не приходишь. Не под любым предлогом. Ты это понял? Да, он кивает. Живот гладит. Понятно. И открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Один, два, три. И бес уходит без болезни на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Рептилоид готов уходить? Готово. Хорошо. Больше в это тело не приходи. Понятно? Кивает. Открывается наверху портал на частоте рептилоида. Один, два, три. Рептилоид уходит на свою частоту. Забывая, дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Грей, готов уходить? Да, готово. Грей, больше в это тело вы никогда не приходите. Поэтому я вам разрешаю сегодня все забрать, что вы с собой принесли. Иначе бы я это сжег. Все понятно? Да, не кивает. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте Грея в один, два, три. Грей забирает все, что они с собой принесли. Уходит на свою частоту. Забывая, дорогу назад. Закрывая, печатая и растворяя. Фух. Есть. Хорошо. Поехали дальше. И я подхожу к Сергею. Кладу ему руки на плечи. И моей собственной энергией в 100 тысяч герц сжигая все каналы. Один, два, три. Удар. Есть. Отлично. Хорошо. Переходим на чистоту. Неупокойно бесплотные души. Один, два, три. Если таковые есть, они проявляются. Что у нас там? Голубой цвет идет. И голубой цвет уходит в клетку. Один, два, три. И проявляется силой моего намерения. Один, два, три. Снимаются все маски и голограммы. Представит перед нами в первозданном виде. Кто это? Он очень бледный какой-то. Он может говорить. Кто ты, представься. Он у него показывает на Сергея. Говорит, не говорит. Я не понимаю тебя. Ты кто? Бесплотная душа или кто ты? Ты родственник его? Или как тебя понять? Пошли мысли формы, чтобы мы тебя могли понять. Устанавливается рядом с клеткой экрана. Один, два, три. И он проецирует на экран тебе все события. Один, два, три. Он ничего не хочет проецировать. Он сел сейчас. Кто ты и что ты хочешь здесь в этом теле? Выйти хочет. Я должен знать, кто ты есть. Ты должен представиться и рассказать о себе. Я не отправляю лишь бы кого-то. Я должен понять, кто ты. Назови свое имя. Это что-то, что у него в голове, что ли? Он опять показывает на него. Я не понимаю, что это. Объясни. Я не понимаю тебя. Не нужна ему информация. Хорошо. Это облако или это форма? От него есть канал? Выстраивается канал к ответственному, если есть? Нет. Нет, да? Куда его отпускать? Я вообще не понимаю, что это. На его чистоту. Хорошо. Открывается портал на чистоте этого существа голубого. Один, два, три. И оно уходит на свою чистоту. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. От него идет, что это информация, забивающая ему голову. Отлично. Ненужная. Она ушла, да? Да. Отлично. Это были неупокойные бесплотные души. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Один, два, три. Проявляется? Чисто. На чистоту переходим негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью. Физическому и энергетическому проявляются? Эгрегоры есть. Хорошо. Мы спрашиваем сейчас тонкую копию. Готова ли она принять решение и посмотреть, отключить не нужно. Ненужные ей эгрегоры? Отключает. Все, да? Все. Отлично. Хорошо. И проводим работу по отключениям негативных эгрегоров. Тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров она хочет отказаться. Я подхожу к нему, кладу руки на плечи, пропускаю через него 100 тысяч герц. И силой моей энергии сжигаем, отсекаем все негативно воздействующие на жизнь, здоровье и биополе Сергея Эгрегора. Один, два, три. Мощнейший удар, 100 тысяч герц. Готово. И открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И все эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Переходим на чистоту Лярова, если таковые еще остались. Они проявляются. Один, два, три. Нет, Ляров. Там бес уже был, все убрал. Яркий свет от него сейчас идет. Светлый такой. Готово. Отлично. Хорошо. И по закону свободы воли души и выкидывая инструмент в воронку вместе с защитой, закрывая, печатая, растворяя. Готово. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Сергей должен взять ответственность за свою жизнь и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Хорошо. Я говорю вслух, Сергей, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я. Вызывая все соглашения, контракты, договоры, всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вышли договора? Да, вышли. Спрашиваем тонкую копию, пусть проверит и выберет, какие ему договора нужны, а какие он хочет аннулировать. Он говорит, что он про них знает и ждал этот момент и хочет все аннулировать. Отлично, правильное решение. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я. Я объявляю и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. Готово. Отлично, открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И все контракты улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Сколько их было, Вера? Четыре, пять? У него много было. Как книги они были. Пять точно было. Пять, ну я пять увидел. Хорошо. Все. Пусть закрываю, опечатываю, растворяю. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражая это намерение своей души и личности. В веснах силы моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитал он? Да, прочитал. Хорошо прочитал? Хорошо прочитал. Выходит эмоциональный фантом Сергея, один, два, три. Проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также низкие вибрационные эмоциональные энергии. Злости, раздражения, ненависти, гнева, страха, ужаса, сердитости, досады, сопротивления, отвращения, депрессивных ощущений, ранимости, настороженность, тревожность, нервозность, испуга, волнение, давящее переживание, энергию запутанности, изолированности, угнетенности, отчаяния, ранимости, беспомощность, опустошение, апатии, скуки, ощущение одиночества, стыда, вины, смущение, шока, потрясение, грусти, дезориентации, ревности, агрессии. Все это низкоибрационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. У него много чувств, да. Спрашиваем тонкую копию Сергея, как он хочет поступить с этой энергией, можем произвести сброс, можем переконвертацию. Сброс. И открывается воронка против часовой стрелки. Один, два, три. Производим сброс всей низкой вибрационной энергии, эмоций и мыслей. Есть. Пошел сброс, отлично. Закрываем, печатаем, растворяем. Есть. Отлично. Мы закончили чистку и у нас еще остались 10 вопросов Сергея. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти в нашу комнату, в нашу комнату диагностики, куратора или учителя 1953 года, воплощенного на Земле. Женщина. Мы приветствуем куратора или учителя. Снимаются все маски и килограммы. Алия. 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 Очень красивое имя. Вы куратор или учитель? Алия. Приветствую вас, дорогие мои. Я куратор Сергея. Мы очень рады вас приветствовать в нашей комнате. Посылаем вам нашу энергию благодарности за то, что вы пришли. Примите ее, пожалуйста, от меня, от Сергея и от Веры. Меня зовут Влад. Это Вера перед вами. Мы проводили сейчас чистку по желанию Сергея. Избавили его от всяких сущностей, заправили энергиями. И он изъявил желание задать своему куратору 10 вопросов. Будьте вы так любезны ответить на эти вопросы. Я знаю, кто вы. Долгий путь у Сергея был. Да, долгий. С радостью отвечу на его вопросы. Благодарю вас, Алия. Я начинаю с первого вопроса. На каком уровне находится мое Высшее Я и как его имя? Как к нему обращаться? Имя не скажу. Он сам должен узнать его. Конечно. Могу только шепнуть. Только ему на ухо шепните, передайте. Только он должен знать об этом. Это информация не для всех. Высшее Я на восьмом уровне. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько кармических узлов у меня было и сколько еще осталось? Я хочу добавить, что Сергей знает имя Высшего Я. Он уже знает. Отлично. Ну, да. Он его знает. Третьевна в голове. Скажу на ушко. Ему скажите. Он услышит об этом. Он это имя на языке у него будет крутиться. И он будет знать, как обращаться к своему Высшему Я. Следующий вопрос. Я бы хотел на этом месте сделать предостеречь Сергея, пока не устанавливать контакт со своим Высшим Я до того, как он установит контакт со своим Куратором. Это очень важно. Куратором установить контакт намного легче с Высшим Я. Существуют особые опасности с голограммами различных цивилизаций. Можно, в принципе, не туда попасть. Поэтому я хочу Сергея сейчас просто попросить сначала установить контакт, безусловно, с разрешением Алии, с ней, для того, чтобы она объяснила ему дальнейшие шаги. Вы согласны, Алия? Я уже установила контакт. Теперь следующий шаг за Сергеем. Переходим ко второму вопросу. Сколько кармических узлов у меня было и сколько осталось? Второй вопрос. Пять кармических узлов. Три прошел, два впереди. Благодарю Вас, Алия. Третий вопрос. Каким были мои предыдущие воплощения, пересекался ли я в них со своей женой Натальей? Вы можете рассказать о последнем его только воплощении, потому что он во множестве, в числе, сказал их наверняка много. С Натальей пересекался. И воплощения были разные. Расскажите о последнем, если вам не трудно. Какие года, какая страна, чем занимался? Я расскажу про воплощение души в Египте. Пожалуйста. Это 1540 год. Сергей был военным. Военный. Очень хорошо. Семья, дети. Не было жены. Девушки были. Какой главный опыт он с этой жизни взял с собой? Опыт мира. Очень важный опыт. Благодарю Вас, уважаемая Алия. Очень интересный ответ. Мир должен быть внутри. Я перехожу с Вашего разрешения к следующему, четвертому вопросу. Какая моя задача, предназначение в этой жизни? Спрашивает Сергей. То, которое ты сам выбрал перед тем, как прийти на Землю. Пройти определенный опыт. Если я открою эту информацию, ты перестанешь получать опыт. Ни в коем случае, Алия. Мы не вмешиваемся, не имеем права ни в какую секретную информацию. Развитие души. Развитие души. Самое главное. Благодарю Вас. Причина воплощения. Это, в принципе, воплощение 99,9% на Земле. Всех душ. Пятый вопрос. Однажды мне сказали, что я седьмое колено своего рода. И я отрабатываю кармический долг всего рода. Правда ли это? Что с этим делать? Все кармические связи и контракты были уничтожены сегодня. Отлично. То есть этот вопрос, а было ли это вообще? Или это ему неправильную информацию дали? Были какие-нибудь кармические долги всего рода? Я такое, честно говоря, первый раз слышу. Такое бывает. Понятно. Благодарю Вас. Хорошо. Я перехожу тогда с Вашего разрешения к шестому вопросу. Как правильно мне общаться с моим куратором? Как его позвать? Как его имя? Рада представиться. Олея по поводу предыдущего вопроса. Пожалуйста. Это очень долгая история. И нужно просматривать все семь колен. И я здесь, чтобы познакомиться с тобой поближе и рассказать немного о Твоей бессмертной душе. Перед мой вопрос. Как при медитации отличать хорошее или плохое, в кавычках, место, куда я попал? Как определить, что настроился на правильный канал? Это о том, о чем мы в самом начале говорили. Слушать сердце. Верно. Но все же опять рекомендую установить контакт с Алией, прежде чем куда-то летать в какие-то места. Хорошие или плохие? Это астрал небезопасен, Сергей. Это я могу подтвердить с верой. Есть не только хорошее. Сердце будет радоваться и сомнений не будет. Если есть сомнения, значит ты в ошибочном месте. Благодарю вас. Перехожу к восьмому вопросу. Иногда я лечу близких людей руками и на расстоянии. Кто дает мне это умение? Имею ли я на это право? Не нанесу ли я вреда сам им и себе? Ты получаешь космические энергии. Тебе открыт канал. Скажите, Алия, он не задал, правда, этот вопрос, но это бы меня интересовало и его тоже. Он космическая душа или земная? Космическая. Соответственно, он умеет лечить, безусловно. Это не лечение. Он получает энергии. Заряжает людей энергией. Естественно, им становится лучше. А существует ли опасность, что он их болезнь на себя возьмет? Он должен понимать, что кого ты заряжаешь энергией. Там может быть сущность, которые перейдут на твою энергию без определенной защиты. Алия, если бы вы знали, как вы правы. Мы постоянно встречаемся с таким случаем с другими людьми. И все пытаются. И любая другая грязь. И любая другая грязь. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому, какой вы совет дадите Сергею в этом отношении? Более детально подходить к вопросу лечения. Научиться защищаться. Научиться всю эту энергию пропускать не через себя, а по каналам, чтобы она уходила на очищение. Развиваться. Развиваться. Сергей, вы все слышали. Благодарю вас. Алия. И последний, по-моему, вопрос у него девятый. Мое физическое состояние. Из-за чего оно такое? Откуда моя болезнь? И как это можно исправить? Через боль ты получаешь определенный урок. И остаешься человеком. Он сам себе выбрал такое воплощение? Или это было... Это его личное решение пройти эти... Болезнь была. Болезнь была. Но она усугубилась подселенцами. Скажите, Алия, вот мы сегодня его убрали. Все от того, о чем мы говорили. Он прочувствует это облегчение? Если он сможет сгармонизироваться правильно. Он обязательно прочувствует. Мы его сгармонизировали, синхронизировали. Мы еще можем его сгармонизировать перед входом в биоробот. Это максимальное. Все остальное зависит от его, от его намерения. Я говорю не про вас, а про него. Про него. Благодарю вас. Больше у нас вопросов нет. Благодарю вас, Алия. Если вы сейчас хотите что-то лично передать Сергею, это был бы самый лучший момент. Я бы хотела сказать Сергею одну простую вещь. Представь, пожалуйста, семь своих тонких тел. Зайди в середину сердца красного тела и постарайся сгармонизироваться мыслеформой со своим тонким телом. Почувствуй, как течет энергия. И открываются чакры. Это поможет тебе на первое время. Замечательный совет, Алия. Благодарю вас. Алия, у нас есть в этой комнате диагностики такая добрая традиция. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, могут заказать любой подарок, любую практически мыслеформу, свежую воду, молоко. Все, что вам в вашей душе угодно. Вы жили наверняка когда-то на земле, Алия, и вам наверняка остались какие-то желания, и мы можем их воплотить. Если у вас есть такое желание, назовите его, пожалуйста. Мне очень хочется увидеть море и берег с ракушками. А какое море? Теплое море, холодное море? Ракушки это нужно для теплое море. Хорошо, давайте тогда. Верочка, голубое, бирюзовое море, пальмы, ракушки на берегу, песчаный берег. Значит, три, один, два, три. Сделай эту мыслеформу, пожалуйста. И передай ее, пожалуйста, Алие. Ветер, чайки кричат. Отличная погода, солнышко светит. Я благодарю вас. И от нас. Примите, пожалуйста, большую корзину с самыми вкусными ягодами, которые только есть на земле. Самый чистый наш экологический продукт. Значит, три, один, два, три. И передай, пожалуйста, эту корзиночку Алие. С благодарностью за то, что она сегодня к нам пришла и ответила на вопросы Сергея. Разъяснил очень важные моменты в его жизни. И по поводу этого большого праздника, когда, наконец, состоялась непосредственная встреча куратора. Для нас это очень важный момент. Мы уже сотни кураторов. И учителей сюда приглашали. И каждый раз это такое трепетное состояние, когда такое ощущение, что две родственные души встречаются. И нас это тоже не оставляет равнодушными. Поэтому примите, пожалуйста, вместе с нашей энергией. Благодарность Алия – это скромный подарок. Она его взяла за руки, поблагодарила и исчезла. Отлично. Хорошо. Мы закончили свою работу. Будем возвращать тонкое тело Сергея в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация, гармонизация всех вибраций и энергий между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Пошла гармонизация. Ему нужно будет привыкнуть к новым ощущениям, Вера, мне кажется. Будут ломки, да? 35 лет сидел, арахноиды. В течение недели пройдет. Сергей, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Сейчас уже ничего вас не беспокоит. Готово. Отлично. И отключаясь от объекта, и перемещаясь в свою комнату диагностики. На счет 3, 1, 2, 3. Да, я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...